Добрый день дорогие садоводы! Пришло время укрывать садовые растения и деревья на зиму. Можно использовать укрывные материалы, чехлы, опилки, сухие листья или торф. Сегодня мы покажем как использовать торф для укрытия туи. Непосредственную подготовку туи начинают с подрезания крона садовыми ножницами для удаления сломанных пожелтевших веток. Далее корни очищают от сухих листьев и мусора. Следующий этап это мульчирование туи торфом. Лучше использовать нейтральный торф, который служит дополнительным источником кислот, необходимых для хорошего роста и развития растений. Это одеяло необходимо особенно молодым саженцам. Слой торфа должен достигать 5-7 сантиметров. Это покрытие оберегает корни туи от зимних заморозков. Весной его можно снять для быстрого подогрева почвы плечами солнца. Молодые деревья для успешной зимовки желательных еще и закрепить. Для этого используют крепкий металлический каркас, а сверху рекомендуется обернуть мешковиной. Мы же предлагаем декоративные чехлы или колпаки из панбонда для дополнительной защиты веток от осадков, ветра и заморозков. Наступающий 2017 год является годом огненного петуха и мы подготовили для вас декоративные колпаки в виде петуха из панбонда, которым можно укрывать виноград, пусты роз, туи, гортензии. Такой забавный чехол не только защитит ваше растение от непогоды, но и станет символом 2017 года. Подписывайтесь на наш канал и следите за нашими новинками.